Настя, почему поставщики должны работать с нами? Вокруг работы с маркетплейсами очень много мифов. Настя поставщик, а я агентство. Что нужно сделать, Настя? А хочешь что? Да, хочу. Что надо делать? Привет, меня зовут Марта и уже два года я продаю свои бренды на Wildberries. И сейчас я помогаю другим поставщикам продавать их товары на маркетплейсах. Привет, меня зовут Анастасия и уже больше двух лет я помогаю поставщикам на Wildberries и других маркетплейсах. И сейчас у меня свой успешный бренд с собственным производством. С чего все началось, ты помнишь? Да, конечно. Когда мы два года назад только вышли на Wildberries, нам стали обращаться другие поставщики с просьбой. Помогите нам, мы тоже хотим на Wildberries и столько же продавать. И мы решили из этой истории сделать проект, в котором мы берем на себя удаленное сопровождение других поставщиков и помогая им продавать на Wildberries. Мы работаем в личном кабинете с поставщиками, готовим мы макеты этикеток на эти товары, помогаем с упаковкой. Мы подсказываем, какие товары, в какие категории, в каком количестве нужно завести. Наши менеджеры – это наши ученики. Мы полностью в них уверены, потому что мы обучили их всему нашему опыту. Они знают, как вывести вашу карточку в том, как ее доработать, какие нужны ключевые слова и какие рекомендации сделать для ваших товаров. Все это необходимо для того, чтобы вы продавали с каждым днем больше и больше и не сомневались в том, что ваш продукт вас требовал. Один успешный кейс с другим. У одного поставщика пошли хорошие продажи, потом второй, потом третий. Потом мы поняли, что уже не справляемся и из этого проекта получилась уже прям целая компания, которую мы сейчас называем агентством высота. Мы не только изучаем теорию, мы также отрабатываем это все на практике. У нас два своих собственных направления и в нашем приоритете это технологическое партнерство с маркетплейсами, чтобы мы были аккредитованными специалистами в этом направлении. Мы всегда искренне сопереживаем нашим клиентам и их продажам. Мы хотим, чтобы их обороты росли, чтобы они продавали больше. Когда они продают больше, мы тем самым получаем больше опыт от их продаж и можем этот опыт использовать для того, чтобы еще людям помогать больше продавать на маркетплейсах. Наш приоритет, когда услуги приносят продажи нашим поставщикам. Нам очень важно не просто привлечь клиента, а оставить его с нами на долгое время. Маль, почему поступщики должны работать с нами? Во-первых, потому что мы надежные, нам можно доверять, мы людей не кидаем. За полтора года в нашей работы у нас не было ни одного отрицательного возраста. Мы работаем 24 на 7. Мы, наш менеджер в чатах, мы всегда отвечаем на все вопросы и готовы прийти в любую проблему, если она вдруг возникает. Но, кстати, хочу сказать, с нами не возникает никаких проблем. Мы постоянно развиваемся. Очень часто проходим различные курсы и участвуем во всех мероприятиях касательно маркетплейса. С нами всегда только актуальная информация, которую мы используем непосредственно в своих брендах. Сначала мы ее проверяем на себе, а потом уже передаем поставщикам. Этот подход, кстати, позволяет нам постоянно разрабатывать новые интересные продукты для наших поставщиков, когда мы расширяем линейку тех услуг и продуктов, которые в нашем агентстве представлены для наших клиентов. Вокруг работы с маркетплейсами очень много мидов, и поэтому сейчас мы с вами развеем некоторые из них. Первый, самый главный и частый вопрос – это то, что нужен НДС. Вам не нужно регистрировать ИП, ИО с НДС. Можно просто упрощенную систему налогообложения. Также поставщикам на Вайберс не обязательно иметь электронный документ оборот. Не обязательно при работе с Вайберс иметь электронную цифровую подпись. Если вы где-то считаете, что это нужно, ребята, это неправда, этого давно уже не требуется. Не бойтесь фраз о том, что нужно обязательно минимум 100 тысяч для старта. Вы можете стартовать и с 10, и с 5 тысяч, и ваш старт будет такой же успешный, как и у всех остальных. А вот теперь внимание, ребята. Декларации и сертификаты нужны. Вот грузить на площадку их пока не требуется, то, скорее всего, скоро это нужно будет делать. Но сами документы при продаже товаров на территории Российской Федерации у вас должны быть. Это надо делать. Еще один важный момент. Вам не нужно присутствовать на складе и везти свой товар на Вайберс самостоятельно. Вы можете отдать это транспортным компаниям, логистам, либо просто делегировать таксисту. Вообще, мне кажется, прогрессивные поставщики на ВВ могут устроить свои бизнес-процессы таким образом, что они вообще никогда свой товар видеть не будут. И давайте сейчас поговорим про то, что делает поставщик, обязательно сам должен делать. А что делаем мы? А что делаем мы как агентство? Давайте сейчас представим, что Настя поставщик, а я агентство, которое готово помогать ей продавать на ВВ. Что нужно сделать Насте? Первое, самое главное, мне нужно зарегистрировать ИП, ООО или самозантастие, а также выбрать систему налог обложения. Далее, самое интересное и приятное, нужно выбрать и закупить товар. А что же делать дальше? С момента, когда у поставщика закуплен товар, начинается наша работа в личном кабинете. Мы по его регистрационным данным создаем ему личный кабинет поставщика на Вайберс. В личном кабинете мы загружаем спецификации на все товары поставщика. Создаем их правильно, по чек-листу полностью заполняем и генерируем штрих-коды для товара. Эти штрих-коды в электронном виде мы как агентство передаем поставщику. А дальше поставщик, то есть я, должен промаркировать свой товар. Маркировка у нас наклеивается обязательно на индивидуальную упаковку. То есть вы берете свой прекрасный, замечательный продаваемый продукт, упаковываете его в пакетик либо коробку и поверх наклеиваете уже непосредственно штрих-код. Когда товары поставщика упакованы, мы в личном кабинете создаем поставку, загружаем ее, ставим на определенный день, на определенный склад и говорим поставщику, что ему нужно в этот определенный день отправить свои товары на склад Вайберс. А дальше поставщик ищет уже машину, с помощью которой он отправит свой товар на склад. Как мы уже сказали, это могут быть логисты, могут быть транспортные компании. Можете самостоятельно, если вам хочется, отвезти свою продукцию на склад Вайберс. В процессе подготовки поставки мы даем поставщику штрих-коды на коробке, штрих-код поставки, с которым он либо сам поедет, либо с помощью транспортной компании отправит свои товары на склад. А знаете, что дальше? Дальше самое приятное. Мы сдали товар на склад, он появился на сайте. Что? Дальше идут продажи. После поставки я, поставщик, хочу знать, что у меня продается, когда нужно сделать новую поставку и как сделать ее так, чтобы не упустить продажи, а увеличить их. И вот здесь начинается самая интересная часть работы нашего агентства, потому что здесь мы начинаем работать с аналитикой продаж. Мы смотрим, какие товары продаются лучше и рекомендуем их поставщику, чтобы завести еще. А хочешь в топ? Да, хочу. Что надо делать? Мы со своей стороны займемся продвижением карточек поставщика, чтобы они выходили в топ. Но и поставщику нужно будет постараться. Передо мной будет стоять одна из самых главных задач. Я должна полностью прислушиваться к мнению агентства и менеджеров. И, что немаловажно, запастись товаром, чтобы своевременно делать поставки. Давайте подведем итоги. Первое и самое главное. На Wildberries продавать может кто угодно. Молодые, взрослые, пенсионеры, мамы, предприниматели, кто угодно может выйти на Wildberries и начать продавать. И самое важное. Предприниматель не должен самостоятельно оформлять поставки, делать карточки товара и переживать за контент. Он должен делегировать это и развивать свое направление предпринимательское, но не заниматься карточками товара. А, сейчас. Я просто с поставщиком общаюсь. Ребят, приходите к нам. Мы люди своего дела. Поставки. Все у нас в этом направлении. Уже непосредственный штрих-код. У меня закончился.